Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся к заключительной, третьей главе книги пророка Наума. Здесь пророк обращается непосредственно к Ниневии и произносит от лица Божьего слово о судьбе Ниневии и о том, почему такая судьба постигла и Ассирийское царство в целом, и Ниневию как его столицу. Горе городу кровей, говорит здесь пророк, потому что, собственно, все, что привнесла Ассирия в историю Востока, в историю свою и сопредельных стран, это кровопролитие. И больше ничего. Вот горе городу кровей, он полон обмана и убийства, не прекращается в нем грабительство. На самом деле, конечно, это фраза, которую не вредно вырвать из контекста, забыть о том, что это сказано о сирийской столице почти 30 веков назад, потому что это мысль, которая актуальна в отношении любого города, любой столицы, любой державы. Горе городу кровей. И горе, потому что то, что построено на обмане и убийствах, какая бы это ни была империя, и как бы она себя ни называла, то, что построено на обмане и убийствах, обречено погибнуть. Знаете ли, ну вот 30 лет, как нет Советского Союза, все до сих пор спорят, что это такое произошло. На самом деле горе городу кровей, который построен на обмане и убийствах. Вот и все, оно не может не рухнуть. Оно не могло не рухнуть в Ниневии и не могло не рухнуть в любой другой точке истории. Это логика того факта, что Бог есть Бог-ревнитель. Убитых множество груды трупов. Вот что несла Ассирия вокруг себя. Кроме того, еще здесь говорится о блудодеянии, которым продаются народы, и чарованиями, которыми продаются племена. Речь идет о поклонении разным выдуманным, пустым, в лучшем случае, культам, а на самом деле многие ассирийские культы были более чем отвратительны. Вот я на тебя, говорит Господь, и забросаю тебя мерзостями, сделаю тебя презренными. Бог говорит о том, что он лишит Ассирию силы. Он это сделает. Не объективный ход истории, а такова воля Бога, чтобы кровопролитие и убийство, и обман, и направленное помутнение разума в сфере поклонения язычским богам, чтобы все это было истреблено. И будет всякий, увидев тебя, побежит от тебя и скажет, разорена Ниневия, кто пожалеет о ней, где найду я утешителей для тебя? Кто пожалеет о ней? Вот некоторый вопрос, который задает Бог через пророка Наума. Вот Ниневия, она чудовищная, потому что это город насилия кровопролития, и вся держава ассирийская, которая уничтожала, переселяла окрестные народы и заставляла еще, чтобы они аплодировали и кричали славу великому ассирийскому народу, строителю Ниневии, значит, вот, чтобы еще царя хвалили лицемерно. Вот кто пожалеет? Найдется ли кто-нибудь, кто пожалеет о ней? На самом деле, потому что это важно. Если бы нашелся кто-нибудь, кто пожалел бы о Ниневии, может быть, по-другому было бы. На самом деле, дальше дополнением к книге Наума, написанным еще через примерно пару столетий, дополнением является книга Ионы, где дается ответ или дополнение тому, что видит Бог, как видит Бог эту ситуацию с Ниневией. Но для Наума вот так. Он спрашивает, кто пожалеет, и никого не находит. И поэтому судьба Ниневии неотвратима. Вот Господь сравнивает через пророка с некоторыми другими, но Омоном, находящимся между реками, который тоже был переселен, и так и Ниневия опьянеет, будет искать защиту от неприятеля, ничего не найдет, и народ твой, как женщина, у тебя, в общем, целый такой пространный стих, где говорится о том, что тебя пожрет меч. Даже если ты будешь умножаться, как саранча, все равно это все кончится, все это разлетится в прах. И спят пастыри твои, царь ассирийский, народ твой рассеялся по горам, нет врачевства для раны твоей. Но самое, собственно, главное, что говорит здесь Наум, это последние слова. Все услышавшие весть о тебе будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя. Значит, в начале главы он спрашивает, вот разоряется Ниневия, кто пожалеет о ней, где найду я утешителя для тебя, где можно найти к того, кто пожалеет Ниневию и что-то сможет изменить в ее судьбе, дать утешение. И пророк заключает свою поэму словами, а никто не будет жалеть, потому что на всех простиралась злоба твоя. Некому о тебе пожалеть, потому что всем, к кому ты прикоснулась, ты принесла кровопролитие и злобу. И вот поэтому не будет этой жалости, не будет рыданий о величии пропадающей империи, потому что эта империя несла зло, и некому будет жалеть о ней. Субтитры создавал DimaTorzok